О главных событиях, прошедших будни, расскажем сегодня в программе «Неделя города» в студии Екатерина Зубкова. Здравствуйте! День Конституции Республики Беларусь – государственный праздник, который ежегодно отмечается в стране 15 марта. Традиционно в этот памятный день во всех регионах прошла патриотическая акция «Мы, граждане Беларуси». Состоялась она и в Могилеве. Сегодня в городской ратуши состоялась ежегодная всебелорусская патриотическая акция «Мы, граждане Беларуси», в рамках которой прошла торжественная церемония вручения паспортов отличникам учебы и победителям городских и республиканских олимпиад, участникам научно-практических конференций и призерам республиканских соревнований. Я хотел бы сказать вам, ребята, что быть гражданином – это не только важное звание, но это очень ответственное звание, потому что вы должны уже смотреть не только, как вы себя ведете, но и о том, как на вас смотрит общество. В этот праздничный день ребятам вручили издание «Я, гражданин Республики Беларусь» – альбом о стране, ее истории и национальных традициях, государственном устройстве и перспективах развития, а также конституцию страны. Подрастающее поколение осознает всю важность и значимость этого события – быть гражданином Республики Беларусь. Быть гражданином Беларуси для меня значит то, что нужно прикладывать все возможные усилия, чтобы наша Родина была светлой, чистой, без войн и так далее. Участвовать в жизни государства, чувствовать себя свободным человеком, чувствовать свои права. Я стала подростком, и поэтому могу участвовать в жизни государства. Я могу чувствовать закон, что я смогу сделать в государстве в будущем. Патриотическая акция «Мы, граждане Беларуси» состоялась также в Октябрьском и Ленинском районах. Главы администрации лично вручили паспорта юным дарованиям. Вероника Драбушевская, Леонид Сикорин, Второй канал. Управление по труду, занятости и социальной защите населения приглашает всех желающих принять участие в ярмарке вакансий, которая состоится 20 марта с 11 до 13 часов в кинотеатре Родина. В этот день жители областного центра смогут пройти собеседование у специалистов кадровых служб предприятий и организаций города Могилёва, узнать про условия труда, оплаты, социальных гарантиях в организациях, порядки обучения востребованным специальностям по направлениям службы занятости. Совсем скоро Могилёв вновь примет одно из самых долгожданных культурных событий – Март Контакт. Наши корреспонденты узнали, чем же в этом году порадуют зрители-организаторы фестиваля. Каждый год Март Контакт радует своего зрителя. Необычные образы, мастер-классы, театральные постановки. Традиционно в конце марта Могилёв становится столицей театра. Сюда слетается духи, съезжаются известные театры из разных стран мира. Здесь же открываются зрителям новые имена в современной драматургии. Каждый раз организаторы фестиваля стараются привлечь как можно больше актеров, которые давно полюбились публике, и как можно больше тех, чья звезда вот-вот зажглась на сцене. В этом году в областном центре выступят 22 театра из 9 стран мира. Артисты из России, Белоруссии, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии, Словакии и Германии выйдут на сцену Могилёвского областного драматического театра, театра кукол и концертного зала Могилёв. Очень много, подавляющее большинство афишек. Это современные авторы, это современные формы, очень много невербального музыкального театра. В день открытия зрители ждут сразу два спектакля. «Колодец» из Казахстана в режиссуре Сергея Потапова и «Пустота» Тверского театра юного зрителя. Кстати, эти спектакли вошли в топ самых востребованных на 13-м международном театральном форуме «Март Контакт». В последующие дни зрители ждет немало интереснейших работ самых разных форм и жанров. Могилёв в этом году представит спектакль «Женщина-муря» в постановке главного режиссера Могилёвского областного театра драмы Саульса Варнаса. Его можно будет посетить 25 марта. Несколько слов о квитках на форум. Для того, кто хочет окунуться в театральную атмосферу – хорошая новость. Билеты на спектакли еще можно приобрести. Но вот только стоит поторопиться. Их осталось не больше 100. 90% уже распродано. Цена на спектакль в среднем составляет около 20 рублей. И напоследок о сюрпризах форума. Для молодых актеров на протяжении мероприятия будут проходить мастер-классы. А для зрителей в рамках «Март-контакт-2018» в арт-фойе Могилёвского областного драматического театра подготовят фотовыставку Игоря Головачева «Эй, товарищ». Как сообщают организаторы фестиваля, зрители форума в этом году ждут новые открытия. Алина Бабурка, Евгений Тюльков, 2-й канал. А спектакль «Исповедь маски» театра «Русская сцена» отменяется. Постановку должны были представить 27 марта в рамках 13-го международного молодежного театрального форума «Март-контакт». Организаторы сообщают, что приобретенные билеты можно сдать в кассу драмтеатра до 27 марта включительно. 13-й традиционный турнир по спортивной акробатике «Киндер-сюрприз» прошел во Дворце гимнастики. Участие в самом зрелищном спортивном мероприятии среди юных акробатов приняли ребята из шести стран мира. У могилевских спортсменов хорошие результаты. Более 200 юных акробатов из Беларуси, России, Литвы, Молдовы, Украины и Казахстана приняли участие в соревнованиях. На протяжении трех дней здесь выступали юные начинающие спортсмены в возрасте от шести до шестнадцати лет. Для многих турнир стал основным стартом для будущих побед. По итогам выступлений юные могилевские акробаты ничуть не уступили своим соперникам и заняли лидирующие позиции. В их копилке по итогам первых дней четыре золотые медали. Для нас, как всегда, он был тоже успешным. У нас есть и победители, и призеры в разных возрастах, в разных категориях. Дети выступали с шестилетнего возраста и до шестнадцати лет. Получили заряд бодрости, проявили свое мастерство. Надеемся, что в дальнейшем наши спортсмены приявятся и на международных соревнованиях. Победители и призеров турнира наградили медалями, грамотами, ценными подарками и памятными сувенирами от партнеров турнира. Также награды получили в номинации самый юный участник киндер-турнира. На сегодня это все, уважаемые телезрители. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособакотв2.бай. Все видеоматериалы программы «Неделя города» доступны на нашем сайте, в официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова